Неприятное соседство. Героями нашей постоянной рубрики «Срок ответа сегодня» стали жители дома номер 83 по улице Луговой. В одном из подъездов, как считают горожане, из-за свалки бытового и строительного мусора завелись блохи. Кроме того, в этом доме косметический ремонт не делали несколько лет, а когда был капитальный, не помня даже старожилы. Как люди борются с насекомыми и почему бездействуют коммунальщики? Смотрите прямо сейчас. Блохи тут тоже, кстати, прыгают уже, они кусают и приносишь их домой. То есть, когда ты заходишь в подъезд, я уже просто пробегаю домой, перед дверью отряхиваюсь, чтобы ничего на меня не попало. Женщина уверена, что насекомые появились именно в этой груди строительного мусора под лестницей. Он здесь остался после замены рассыпающейся бетонной лестницы на деревянную, экологически чистую, шутят жильцы. Елена сама пыталась с дихлофосом вывести блох, но это практически не помогло. Насекомых только на время стало меньше. Это вот эта блоха, которая на пойму, она в подъезде была. Не меня только одну, то есть кусали, есть еще другие люди. Идеальные условия для размножения блох – теплое и влажное место. Соседство с этими насекомыми, мягко говоря, неприятно. К тому же блохи могут быть переносчиками ряда заболеваний. Жильцы говорят, что это далеко не единственная проблема в их подъезде. Со стен сыплется штукатурка, а после замены старых почтовых ящиков стены даже не удосужились покрасить. Коммунальщики какие-то работы выполняют, но только для галочки, считают оренбуржцы. Данная решетка, вот она у нас очень интересно, тоже прикреплена. Вот так. Это постоянно падает. Вот, и так они прислонили. Два года назад косметический ремонт в доме был, но только в двух подъездах. Это еще один подъезд, в котором ремонт не произвели. Вот уже несколько лет жильцы просят отремонтировать ступеньки одного пролета, ведь лестницы здесь ходят ходуном. После многочисленных просьб и жалоб их все же укрепили, но лучше от этого не стало. Вот, пожалуйста, наши ступеньки. Замечательно. И все вот это, что там считает, что в живом округе. В Оренбургской управляющей компании с блохами пообещали разобраться. Так как данный дом не имеет подвального помещения, то услуги по диротизации и дезинфекции собственники не оплачивают. Но в связи с поступающими заявками в нашу компанию, в ближайшее время подъездное помещение будет обработано. Коммунальщики считают, что жители дома отчасти сами виноваты в сложившейся ситуации. На собрании, на котором должны были обсуждать ремонт подъезда, присутствовали только два собственника. Поэтому повторное собрание будет проведено заочно.